вот значит что это означает это означает следующее что вот такое вот если мы рассмотрим наши вот такие вот четыре функции четыре многочлена фи 1 от x и 2 от x фи 3 от x и фи 4 от x рассмотрим их это четыре разных многочлена они как-то там ну вот в общем то мы знаем как они будут нарисованы если точки x1 x2 x3 и x4 то каким-то образом первый из них пройдет зануляясь вот в этих до второй из них пройдет через эту точку зануляясь в остальных двух третье соответственно занулиться вот в этих двух пройдет через точку 1 здесь и занулиться в 4 и последний пройдет через эти три точки и вот здесь через единицу то есть на на уровень единица будет он здесь а дальше он каким-то образом так или иначе он пройдет через остальные вот у нас четыре многочлена у каждого из них нарисован график и они такие довольно причудливо выглядят то есть они каждый из них проходит через свою точку на высоте 1 а остальные три точки пересекает прямо по оси абсцисс вот но у каждого это своя так вот теперь мы возьмем и будем подставлять вместо f1 f2 f3 и f4 произвольные вещественные числа произвольные наборы четырех вещественных чисел вот я взял с неба любые числа давайте я их даже по-другому обозначу как-нибудь вместо f1 f2 f3 f4 я их обозначу а ну например я их обозначу в 1 в 2 в 3 в 4 то есть я хочу подчеркнуть что это уже числа которые никак не связаны с исходной задачей математика всегда так и поступает она и из какой-то задачи целую теорию разводит значит в исходной задачи мы списали значение f1 f2 f3 f4 в точках x1 x2 x3 x4 а теперь мы задачу варьируем мы говорим а пусть пусть у нас произвольные вот такие четыре числа какие бы они ни были мы знаем что соответствующий многочлен который в x1 равен v1 в x2 равен v2 в x3 равен v3 в x4 равен v4 он существует вот а именно это v1 на фи 1 от x плюс v2 на фи 2 от x плюс v3 на фи 3 от x плюс v4 на фи 4 от x хорошо он существует он имеет степень не выше 3 то есть какие бы четыре числа здесь мы не взяли вот такой многочлен будет иметь степень не выше 3 и соответственно имеет соответствующее значение в соответствующих точках далее далее многочлен который через соответствующие точки проходит степени не выше 3 единственный то есть только вот такой многочлен будет среди многочленов степени не выше 3 который будет проходить через эти четыре точки и последнее любой многочлен третьей степени имеет какой-то график, и тем самым можно измерить для него вот эти вот значения. Правда? V1, V2, V3 и V4. То есть рассмотрите теперь абсолютно произвольный многочлен третьей степени. Это какая-то кривулька, и мы можем просто измерить его, вычислить его значения в x1, в x2, в x3 и в x4. Тогда, конечно, вот его формула, правда? То есть любой многочлен третьей степени, который мы возьмем, он на самом деле ровно вот этот, потому что это тоже многочлен третьей степени, проходящий через те же четыре точки. А по доказанному у таких многочленов может быть только один многочлен. Поэтому какой бы многочлен третьей степени мы ни взяли, он представляется вот в таком виде. Причем единственным способом. Итак, в пространстве всех многочленов степени не выше 3. То есть всех вот таких выражений, где А0, А1, А2 и А3, мы как угодно меняем. Причем тут уже допускаются нули. В таком пространстве существуют некоторые четыре специальные функции φ1, φ2, φ3, φ4. Все эти многочлены имеют третью степень. Вот эти четыре многочлена третьей степени обладают тем свойством, что любой многочлен не выше, чем третьей степени представляется в виде вот такого вот выражения, где v1, v2, v3, v4 – произвольные вещественные числа. И представляется единственным способом. В линейной алгебре эта ситуация носит название базиса. В линейной алгебре говорят, что пространство многочленов не выше, чем третьей степени является линейным пространством. Что вкладывается в понятие линейное пространство? Линейное пространство – это такое множество, где можно складывать, ну скажем, многочлены вы можете сложить. А можно умножать на вещественные числа. Любой многочлен степени не выше третьей можно умножить на вещественные числа. То есть умножить все его коэффициенты, умножить на одно и то же вещественное число. Можно складывать, вычитать и умножать на вещественные числа. Значит, и вы не будете выходить за пределы вот этого пространства. То есть внутри этого пространства разрешенные операции – это сложение, а также умножение на вещественное число, которое здесь я обозначил лямбду. Вот когда есть такая ситуация, то есть когда есть операции сложения и умножения на вещественное число, говорят о том, что есть вещественное линейное пространство. И ситуация, которую мы описали, когда есть какие-то четыре конкретные многочлена, в данном случае четыре, вот они, φ1, φ3, φ2, φ4, такие, что любой многочлен выражается в виде вот такой комбинации, как говорят, линейной комбинации, линейной. То есть мы один многочлен умножили на какое-то число, а другой, на какое-то число третье, на какое-то число четвертое и сложили. И у нас получается, что любой многочлен выражается в виде такой линейной комбинации единственным способом. Эта ситуация носит название, что у нас в нашем линейном пространстве задан базис. Этот базис состоит из четырех элементов. Вот. И важнейшее понятие — размерность линейного пространства, которая равна количеству элементов в базисе. Сложный и интересный вопрос, которым мы займемся, — это произвольность. Произвольность. Мы взяли какие-то произвольные совершенно, x1, x2, x3, x4, и по ним построили базис. А если мы другие возьмем точки, то тогда получим какой-то другой базис. А в нем тоже будет четыре элемента или нет? А может какой-то вообще... Ну если мы будем по этой схеме действовать, то, конечно, у нас будет четыре. А может быть мы хотим какие-то другие найти, другие многочлены, совершенно не связанные вообще с этой всей конструкцией и с исходным нашим физическим экспериментом. Хотим найти какие-то несколько многочленов третьей степени, через которые с помощью вот таких выражений все остальные могут быть выражены. И единственным образом, то верно ли, что их тоже обязательно будет четыре? Ответ — да. И это некоторые не очень тривиальные утверждения, но чрезвычайно важные. Фактически это ключевое утверждение линейной алгебры. И о нем мы поговорим уже в другой раз. Продолжение следует... Продолжение следует...